Ну что, давайте возвратим потихоньку. Тут я почему сегодня в этом собрании философского клуба в качестве примера привел вот это... Что, дескать, не следует рассуждать на какой-то более четко очерченный вопрос, а не пытаться построить теорию всего. Вот, по странному стечению обстоятельств я как раз пытаюсь написать текст о Теобицея, вот, и на этой почве немного читал о современных подходах к проблеме, вот, и начну, пожалуй, с краткого воспроизведения двух любопытных, на мой взгляд, современных точек зрения на Теобицею, вот, а потом немножко еще поговорю по поводу того, что происходит в книге Иова, и какое это может иметь значение для Теобицеи. Буквальный перевод «Оправдание Бога». Но со времен Лебница, который, собственно говоря, придумал это слово, потому что до него этого слова не существовало, вот, он взял два греческих корня, состыковал таким образом, вот, и самого слова не существовало, но проблема объяснения, каким образом совместимо зло с Богом, она существенно, конечно, старше, чем трактат Лебница и его проблема, и один из самых старых текстов, посвященных этой теме, это, конечно, библейская книга Иова. Она, это действительно очень старая книжка, ну, в смысле, что она написана была очень давно, не скажу, что тысячи лет до Рождества Христова, ну, как минимум, 500-700 лет до Рождества Христова совершенно точно она уже существовала, вот, и поэтому, как бы, сама-то проблематика была, просто она ставилась в разных контекстах, в разных религиях и решалась существенно различным образом. Вот, ну, небольшой скачок, как бы, в современный контекст. Я почему еще про него вспомнил, да, не потому что я ее еще читал, да, а потому что забавным образом перекликается с теми выводами, которые сделал Игорь в предыдущей части разговора. А именно, когда Игорь говорит, что решение проблемы Теолицеи состоит в том, что Бог есть неморальное существо, неморальное существо, это часто понимается, и в том числе и в современных версиях подобных рассуждений, понимается в том смысле, что он действительно, по нашим человеческим меркам, безмерный садист. И возникла в англоязычной литературе, по крайней мере, очень любопытная тенденция, значит, которая состоит в следующем, что есть эта точка зрения, которая порицает Теолицею, в принципе, как жанр богословствования и как жанр философствования. Почему? Потому что единственным разумным разрешением Теолицея является вот именно это суждение, которое у Игоря шло номером раз. Или в более мягкой форме, это формулируется следующим образом, что Теолицея показывает, каким образом зло является необходимой частью нашей формы существования. А раз так, говорят авторы некоторые, то это означает, что мы тем самым оправдываем зло, и наши вот все эти рассуждения являются глубоко бездравственными, не имеющими богословского смысла, и вообще, так сказать, только расклевают душу верующих и никакой пользы никому не приносят. Поэтому Теолицею вообще надо, так сказать, вычищать из теологического и религиозного контекста вообще. И исключительно из благочестивых соображений. Потому что неблагочестиво говорить о Боге, что Он садист в крайней форме, в мягкой форме неблагочестиво оправдывать необходимость присутствия зла в этом мире. Как бы вот. Вот и все. Вот. Это одна интересная тенденция. Другая интересная тенденция состоит в том, что производится, ну, вообще, поскольку англо-саксонская литература, она во многом аналитичная, во многом опирающаяся на разработки логические в той или иной форме, то есть другой жанр Теолицеи, которые состоят в такой филигранной разборке о логической самой структуре аргументов, самой структуре перехода от того, что вот есть эмпирический факт, что наличествует зло, вот, это зло никаким образом не может быть оправдано, вот, следовательно, Бога нет. Потому что мы не в состоянии состыковать, как бы, вот, сосуществование Бога и зла. Вот. И есть такой жанр Теолицеи, когда разбираются сам-сам вот этот логический переходы, вот, которые в большей своей части мне мало доступны, потому что требуют гораздо лучшего понимания логики, в том числе каких-то современных, видимо, достижений. Но общий смысл такой формы Теолицеи состоит в следующем, что, тем не менее, мы не должны на основании наличествования зла отвергать существование Бога. Почему? Потому что то, что мы не в состоянии понять разумность присутствия зла, вот, какие у этого есть разумные основания, которые ясны Богу, но не ясны нам. То, что они не ясны нам, вовсе не означает, что и они отсутствуют. Просто наша способность познания не в состоянии, как бы, вот, до них добраться. Вот. Эрго, как бы, Теолицея, ну, точнее так, аргумент от зла против существования Бога нерелевантен, потому что то, что мы не в состоянии понять рациональных оснований зла, не означает, что этих оснований не существует. Или, что мы не будем в состоянии когда-то их постичь. Просто наш конечный разум сейчас этого сделать не может. Ну, и, в общем, там есть еще всякое, видимо, всякие нюансы этих точек зрения. Вот. Поэтому мне показалось, что это забавным образом коррелирует вот с теми пунктами, которые высказал Игорь. И, в общем, конечно, тема, сама тема Теолицеи, она чрезвычайно широка. Ну, просто в качестве примера. Понимаете, существенно по-разному мы должны будем строить рассуждения, если мы, например, будем рассуждать об обоснованности страданий взрослых, ответственных людей. Потому что по поводу взрослых, ответственных людей обычная точка зрения, почему они все-таки страдают, потому что страдания являются наказанием за их грехи. Да, люди грешат, потому что они свободны. И Бог не может предотвратить совершение человеком греха. Потому что Он дал человеку свободу и не собирается ее отнимать. Поэтому человек может воспользоваться свободой для того, чтобы согрешить. Но при этом Бог может за совершение греха все-таки наказывать. Таким образом, взрослые, ответственные люди, верующие в том числе, могут совершенно страдать. Это рационально вполне можно объяснить, если мы предположим, что страдание имеет со стороны Бога такой педагогический смысл. Тут как бы аргумент сразу возникает. Потому что уже очень часто явно, так сказать, человек просто великий грешник и страдает так, почти не страдает. А другой, так сказать, меньше грешит, а страдает намного больше. Ну да, да. Я только к чему говорю? К тому, что это просто рассуждение совсем разного порядка. Потому что здесь мы должны будем рассуждать о том, ну как бы сказать, на кого какие педагогические приемы действуют. Может быть этот злодей, но ему достаешься, что он уже не исправил. Нет. Теперь стал его наказывать. Нет, 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 нет. Вспомните этот, как его, фильм-то, как он называется-то? Тадорковского фильма. Главный это его фильм. Главный? Они все главные. Сталкер? Сталкер. Там же, помните, про дикобраза, да? Он зашел в комнату и это истинное его желание исполниться, быть богатым. Он повесился. Он может быть богатым, и ты тоже своего рода наказываешь. Это только с точки зрения нижней, без детей и здоровья. Без детей и здоровья. Самое страшное. Да, это нормально. Нормально помогает. Нет, здесь сложная, может быть, горло такая, что он достоин таких мучений, которые в жизни я не могу, я ему приберегу потом. Ну и потом, на самом деле, такой вариант возможен. Смотрите. Беги же не говорили о том, что человек сам себя наказывает. Да. В любом случае, даже если мы будем исходить из самого благочестивого предположения, что бог просто искренне пытается всех людей как бы вот переделать к лучшему в течение земной жизни. И тогда мы должны будем как-то пытаться рассуждать о том, кому какая мера, так сказать, причиненных страданий пойдет на пользу. Да, еще вообще очень интересно. Может быть, тебя нужно так наказать, понимаешь, чтобы вот аж пятки болели. Только тогда тебя проделет. А если он помрет во время этого наказания, то тогда... Да, да. Это важно. Притом Господь настолько всемогущ, что он может без всякого наказания меня исправить. Ну да, безусловно. Он нарушится. Нет, свободно. Свободно нарушит. Да. А наказание как будто когда ты доказываешь, спрашивай прощение, какая разница, либо меня исправить, либо меня долго-долго бить, чтобы я сам исправился. Реальности нет. Ты сам выбрал свой путь жизни. Но как бы согласен с тем, что ты этот путь выбрал. Если ты не хочешь его изменить, почему он должен его... То есть исправление только тогда, исправление, когда оно свободно. Совершенно верно. Когда ты предуприваешься... Свободно, господа. Никто тебя не бьет. Понимаешь? Но это обстоятельство. Он же не прямой приходит тебя и бьет, а как бы обстоятельства. Совершенно верно. Вы ставите обстоятельства. Поэтому сам себя наказывает. Если зайца только курица, получится курить. Нет. Сам себя человек наказывает. Давайте продолжим. Выбор своими выборами. Да, давайте продолжим. Давайте. Я просто к чему говорю, что если говорить о такого сорта страданиях, то мы необходимо будем погружаться в рассуждение о эффективности такой педагогики. Да, будем приводить какие-то примеры, кому чего вообще на самом деле надо сотворить, чтобы он стал приличным человеком. И так далее. Но, действительно, крайней по своей сложности, насколько я могу понять, является именно ситуация страдания безвинного субъекта. Безвинного субъекта. Ну, да, например, ребенка. Книга Йова как раз именно об этом нам и говорит. Потому что в самом начале утверждается, что сам Иов безгрешен. Согласно христианской доктрине, хоть какой конфессии, это невозможно. Но здесь, поскольку эта книга не историческая, и это не повествуется о каком-то реально бывшем человеке, с ним произошедших событиях, а это исключительно, так сказать, умозрительное сочинение. Да. Ну, точнее, даже говоря, тут после... Вот в этом издании это не видно, этой книге Йова. А вообще говоря, после прозаического вступления, там основная масса текста – это поэма. То есть, на самом деле, это поэтическое произведение, написанное в форме диалога. Вот. И посвящено, сугубо, что называется, умозрение. И вот тот мыслитель, который жил там до тысячи лет до Рождества Христова, стало быть, от нас три тысячи лет, да, перед собой поставил эту задачу во всей чистоте и сложности. Возьмем самый крайний случай. Самый крайний случай. За человека, человека не за что наказывать. Поэтому все эти разговоры про педагогику, про наказание, просто так, вот, и отодвинули. Как нерелевантные, не относящиеся к делу. И я немножко поцитирую, чтобы это не выглядело голословным, хотя, в общем, тут, как бы, кто читал, не даст соврать, но, тем не менее. Ну, тут поначалу совсем описание этого замечательного человека, как ему было хорошо. Вот самое интересное начинается вот где. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана». Это, кстати говоря, отвлечение. Это, кстати говоря, удивительная по своей вообще глубине и силе само по себе строчка. Во-первых, сатана, как персонаж в Библии, появляется редко. Во-вторых, здесь, по-моему, чуть ли не единственное место, где настолько четко говорится, что сатана, этот самый дьявол, это один из слуг Божьих. Слуг? Слуг. А там же не сыны Божьи? Сыны Божьи. Да, 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 да. Сыны Божьи, да. А почему там слуг? Ну, потому что в данном случае сыны Божьи означают просто их подчиненное положение по отношению к Богу. Это твердо известно, да? Ну, по крайней мере, так говорит филология. Да. А мне просто, может быть, действительно они были сынами? Ну, Господь, Господь. В каком смысле? Есть дело в том, что сыны Божьи никогда не употребляются в смысле, в Библии, никогда не употребляются в смысле, что вот Бог кого-то родил, это вот его детишки. Там есть два смысла для этого. Он может употребляться в том же смысле, как он Иисус, сын Божий. Может быть, Иисус, он в таком же смысле. Ветхий Завет не знает, не знает, имеется в виду в будущем. Ну, в будущем. Говорят же о Иисусе как о сыне Божьем. Да, 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 да. Совершенно верно. Потому что великийский собор всевозможный решили, что он равен Господу, Господу, Отцу. Там все равно. В этом же смысле. Может быть, тогда это и под видом Сатаны Иисус уже приходил тогда? Точно нет. Точно? Значит, ну смотри, в каком, конечно, смысле нет. Я в данном случае воспроизвожу воспроизвожу, что есть, ну, как бы сказать, философу прилично опираться на данные позитивных наук. Если мы рассуждаем об окружающем мире, о космологии, да, то мы должны иметь в виду данные современной космологии в смысле как отрасли астрономии. Мы не должны это игнорировать. Хоть бы трижды философы и трижды занимаемся философскими проблемами. То же самое здесь. Есть почтенная гуманитарная наука, которая началась с того, что Барух де Испиноза, известный нам под именем Бенедикт Испиноза, первый начал обращать внимание на несообразности и нестыковки в тексте священного писания и начал науку под названием библейская критика, которая к настоящему моменту развелась чрезвычайно сильно. реальная нормальная филологическая наука, отрасль филологии, касающаяся древних языков, которая имеет свои вполне положительные результаты. И вот по поводу выражения Сына Божьей, мне известно, что наука говорит, что оно употребляется в двух смыслах, ровно в двух смыслах. Значит, во-первых, Сыны Божьи имеется в виду, что некие подчиненные Бога, в этом смысле говорится о Богоизбранном народе, что они Сыны Божьи, что они просто Ему подчиненные напрямую, в отличие от других народов, которые не являются подчиненными Бога. Да, совершенно верно. А он их там, так сказать, как людей второго сорта отдает на растерзание своим сынам. Вот, это номер раз. Номер второй смысл, менее очевидный, но тоже по-своему любопытный. Прилагательное Божий часто использовалось для описания как бы просто большого размера. Когда пишется, что там ветер, как гнев Божий, на самом деле в исходном тексте написано, что Божий ветер. Но не имеется в виду, что это там Бог дунул и ветер пошел, а имеется в виду, что просто очень сильный ветер. Если говорится, что человек сын Божий, это может просто означать, что он очень здоровый, он высокий, могучий, сильный, и все. Как бы вот это просто забавное такое, как бы превосходная степень прилагательного большой, Божий. Очень нам непривычно, но вот наука говорит, что такой смысл здесь встречается поминутно. Поэтому здесь сыны Божьи, видимо, имеют значение эти самые ангелы, которые были созданы в качестве бестелесных сущностей для исполнения мелких богопоручений. И сатана один из них. Сатана один из них. Это, кстати говоря, снимает или добавляет нам трудности, скорее даже добавляет нам трудности в дальнейшем, потому что если бы мы говорили, что сатана это некий просто противник бога, как собственно и значит его имя, просто противник, если бы это был противник бога в каком-то таком дуалистическом или в остаточном дуалистическом смысле этого слова, мы могли сказать, что ну да, бог-то не виноват, это просто сатана там все эти козни по поводу его чинил, но этот номер не прокатывает, потому что сатана один из подчиненных бога, и он совершает все с прямой его санкции. Это все равно как если бы бог сказал так, пошел и отобрал у этого парня все, что у него там было. И все. Так, дальше заостряется сама ситуация. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. То есть, в чем смысл этой реплики Бога? Он однозначно с самого начала, с самой первой главы этой книги заявляет, Иов праведник, на нем никакого греха нет. Это засвидетельствовано самим Богом. Поэтому все разговоры о том, что Иов наказан или что его воспитывают лишены всякого смысла. Он не наказан и никто его не воспитывает. Его нечего воспитывать. Он уже праведник. Но тем не менее, тем не менее, по поводу этого праздника Сатана задает вопрос. Так, и отвечал Сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Вот как толковать этот вопрос Сатаны, учитывая, что Бог принимает этот вопрос? Это, конечно, некоторая изрядная трудность. Ведь смотрите, вопрос не может иметь смысла, что, дескать, а он точно праведник? А давай пошкребем его пальчиком, может быть, он, так сказать, как это? Праведник. Признается-то наш, что он праведник. Да, нет, он признает, но он задает вот этот странный вопрос, а даром ли он праведник? мы должны этот вопрос каким-то образом понять. Он ставит под вопрос праведность Иова тем самым. Я думаю, что нет, он не ставит под вопрос, он просто говорит, что легко быть праведником, если хорошие условия ты создал сам ему. Легко быть праведником. Пообновес. То есть, это как бы... Может быть такая действительно... Нет, но Господь говорит, что он самый праведник. А есть вторая версия, что он праведник и шкарыстий. Ему платят и он праведник. Перестань платить, перестань платить. Есть без разницы. То есть, нет греха, нет греха. То есть, мы не касаемся, что он думает, ох, я вот это не сделаю, потому что Господь просто безгрешен. Ну, то есть, все-таки надо понимать, что Господь не делает, не ставит эксперимент на Иова, не в одиннадцати пункт не сомневается в его праведности. И то, что он это праведностью делает совершенно бескорыстно. тем не менее, понимаете, тут не стоит. Вот это у них с сатаной. Он решает ради спора с сатаной, ради урока сатаны, показать ему, что... Вот, это, да, эта версия Исидор Геймович Левин, помнится, да, очень потряс мое воображение, когда мы в Фушар на занятиях. Он шарался. Винтик такой, да, можно вот туда-сюда туда-сюда. Все что угодно ты сможешь. В них десуешься с сатаной и в качестве разменной монеты перед тобой существует Йов. Да, формулировал это следующим образом, Исидор Геймович имею ввиду, что, дескать, сатана и Господь, как два английских джентльмена, бьются об заклад по поводу, так сказать, этой лошади, да, а вот придет ли она к финишу первой. Да. Вот. И один джентльмен говорит да, другой говорит нет. И они бьются об заклад. Вот. В общем, это, видимо, ну, текст как бы допускает, видимо, такие толкования. Я склоняюсь к тому, что все-таки смысл этого вопроса состоит немножко в другом. Смысл вопроса состоит в том, чтобы выяснить, а вот сам Иов, как он понимает, в чем состоит его праведность. То есть, в некотором смысле, в некотором смысле содержательно Иов праведник, в том смысле, что он не совершал никаких грешных поступков. Но остается неясным вопрос, а сам человек внутри себя относится к этой своей праведности как? Как к чему-то случайному, к тому, что вот так вот сложилось, да, потому что, ну, вот он, так сказать, не совершал греха и прирастал богатством. Понял фишку и начал не совершать греха, чтобы прирастать богатством. Скорее всего, здесь рефлексия не возникает. Если все хорошо, если ты безгрешен и тебе хорошо, вопрос не может возникнуть. А почему? Очень хорошее слово, да, и бог собирается выяснить руками сатаны, а рефлексивен или Иов. Или он просто, так сказать, как овечка, безгрешен, потому что просто тупо непосредственен и равен себе. И вот он просто равен себе безо всякой рефлексии. Это очень легко проверить, действительно, как и советует сатана, так сказать, это следует выяснить. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. То есть пошел выполнять, так сказать, указания. Ну и, в общем, выполнил. Семья в полном составе погибает, за исключением жены. Погибает все имущество, и он остается, так сказать, гол как сокол. После чего, то есть остальные люди члены семьи, или это как бы просто овцы, что называется. Да, деталь пейзажа. Сейчас, сейчас, сейчас. У меня уже, вроде, родилась идея по этому поводу. Да, я еще хочу заметить, что когда сатаной просят, когда идет скушение сатаной, он же просит Бога, а что бы случиться, если рука твоя коснется его? То есть, любое прикосновение Бога, таким образом, с точки зрения сатаны, это не благость, а страдание. Да, совершенно верно. Но это будет в следующем как бы раунде разговора, пока этого не было. То есть, это удивительно, но прикосновение Бога это всегда страдание. Больше того, больше того. Это на самом деле не должно удивлять, потому что, скажем, не то же там прикосновение Бога. Вы понимаете, да, мы как бы люди, воспитанные философски, особенно, вот как бы мы троицы, да, выкормившие Олега Михайловича, мы считаем, что в какой форме чувства не дано какое-либо восприятие, это в сущности как бы одного поля ягоды. То есть, ни одно из форм восприятия телесного не является каким-то выделенным. То есть, зрение не чуть более достоверное или шокирующее, чем осязание, к примеру, или там чувствование запаха, и так далее. Но, так сказать, это некоторая высокая точка зрения. А вообще говоря, в культуре, особенно вот в этой достаточно архаичной культуре, иерархия органов восприятия точно существовала. То есть, как бы, вот прикосновение это очень достоверное, как бы самое достоверное из ощущений. Здесь работает такая пространственная метафора, чем дальше телом ты дистанцированно от того, что ты воспринимаешь, тем как бы слабее твое ощущение, тем слабее тот урон, который ты несешь. Так вот, помня об этом, давайте вспомним другое совсем место, когда Моисей общается с Богом, и Бог говорит ему, я сейчас выйду к тебе из грома, так сказать, лично. Вот, только ты на меня не смотри, потому что не вынесешь. И он действительно прячется там в расщелине, в скале, вот, чтобы не видеть и по возможности не слышать Бога. И только вот, как бы, полностью спрятавшись, он в состоянии вытерпеть, как бы, вот то, что Бог прошел мимо. Поэтому я думаю, что совершенно точно прикосновение Бога воспринималось, как то, что человек вынести не в состоянии. Он его видеть-то не может. Он, как бы, вспыхнет, как пепел и исчезнет. Человек, если увидит Бога. А уж, если прикоснется к нему Бог, ну, это точно. Гранты. Давайте поедем дальше. Да. Вот. Ну, в общем, это, но пока мы, я бы, немножко забежали, да, а первый раунд испытания, все, всю скотину, так сказать, овец баранов и детей отняли, оставили только жену. И то, что было, видимо, из вещей на самом Иове. Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословено. Вот. Ну и здесь в следующем после этого разговоре Господа и сатаны Бог говорит, что вот Иов прошел это испытание. Он относится к своей праведности достойным образом. То есть, он во всяком случае точно не является просто непосредственным персонажем, который вот как бы просто равен себе. может быть и являлся до опыта. Но тогда бы он не смог произвести это развлечение. Почему? То есть, тогда можно говорить именно, что страдания человека возвышают. До страданий он имманентен сам себе, непосредственно, и все. А после страданий он уже становится рефлексивным человеком. Не обязательно, что он тогда тоже это понимал. Я думаю, что... Может, здесь нет такой глубины, но просто вот как бы говорить... Я уже как бы более высокий философский обращаюсь, а не тем, что в принципе мог быть непосредственно. Непосредственно просто как ребенок счастливый, и все. Да. Ну вот, я просто... Мой аргумент какой? Что все-таки он не был непосредственно равный себе, он был все-таки рефлексивный персонаж. Почему? Потому что книга, еще раз напоминаю, это не описание того, что имело место быть. Это умозрительный трактат. Поэтому, если бы здесь происходило какое-то новое рождение Иова в качестве праведника в другом смысле, то это как-то было бы... Это какое-то движение было бы описано. А здесь нет. Здесь у него бабах, все исчезло одним разом, и он, так сказать, без малейшей паузы рвет на себе все и говорит, ну ладно, взял так взял. Ничего страшного. Вот, все хорошо. Это вот следующий этап, да, вот там уже явно что-то с Иовом происходит, потому что он не в состоянии это как бы просто перенести, а начинается длинная, бесконечно длинная история. Ну вот. Ну, следующий раунд переговоров сатаны с Богом, все то же самое. Сатана пришел. То есть в первом раунде И Бог один-ноль, да? Да. Да. Вот. Так, 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 опять сатана ходил. Вот это само по себе меня как бы немножко всегда не то чтобы беспокоит, а мне завораживает. Вот этот вопрос всегда Господа сатане, первый вопрос, где был? И тот отвечает, обходил землю и обошел. Вот что-то вот в этом есть. Я не знаю, какой в этом может быть смысл, но в этом есть что-то замечательное. Могу сказать. Чуть попозже можно сказать. Да. Ну хорошо. Вот. Значит, ну и сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание на раба твоего Йова, тра-та-та, вот, он доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою, да что ты вспоминал, и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя. Ну и сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Ну душу в данном случае не убивай, да, просто не убивай, потому что душа вообще в Ветхом Завете нет представления о душе как о чем-то, какой-то бестелесной сущности. А не к моральному. И каком-то нравственном, да, это просто, душа это просто жизнь. Ну то, что вдохнуть. Да, это просто вот дыхание буквально, которое мы производим, вдох-выдох. То есть пытай его, пытай как можешь, но только жизнь не отнимай. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот, и начинается дальше следующее. Иова поразили проказы. То есть, собственно говоря, поразили болезнью, которая является для него тягостной в двух смыслах. Во-первых, это физически очень тяжело и противно. А во-вторых, это еще и социально делает его моментальный изгоем. Прокаженный не имеет права без разрешения входить в селение. Он должен там стоять на расстоянии с каких-то локтей, там ожидать позволения и все такое прочее. То есть, он, во-первых, причиняет ему совершенно телесные страдания. Во-вторых, делает социальным изгоем. Поначалу, когда он сидит там на помойке за чертой города, вне селения этого, и он навещает только жена вот с этим любезным советом, так сказать, застрелись. Ну, тем способом, что оскорби Бога, пусть он тебя убьет за это. Обратите внимание, кстати, что жена этим своим советом подразумевает, что Бог мало того, что вмешивается в нашу жизнь. Вот как-то дискутировался вопрос, что логически, может быть такая ситуация, когда Бог сотворил, а потом перестал вмешиваться. Вот это точно не имеет отношения к той концепции, которая в книжке его, потому что тут он вмешивается весьма активно. Это во-первых. А во-вторых, жена предполагает, что Бог не потерпит оскорбления. И если его оскорбить, то он тебя тут же убьет и тут и сказки конец, что называется. Переградишь страдать. И как я уже поминал в прошлом раунде, для иудеев той поры это означало просто конец всего, потому что душа, во-первых, ее нет, во-вторых, она не бессмертна, вот, в-третьих, ни в какой форме нет загробного существования. Жизнь закончилась, закончилось все. В этом смысле большая всегда загадка, каким образом эти древние иудеи толковали, скажем, судьбу Еноха, который, это был такой праведник, очень-очень там близко к Адаму, расположенный по шкале времени, который был настолько праведен, что он не умер, а Бог его забрал на небо прям вот живым. Что это могло означать в их глазах, не очень понятно. При том, что у них не было представления о загробном существовании. Нет, жизнь любительная, то есть его на жизнь остался, это не загробный, он же не умер. Он, да, он не умер, но он его забрал на небо. Что такое небо для них было бы? Как там может человек вдруг оказаться на небе, в каком смысле? Это же как бы... С командой в каком? Мне это возвращается нашим вопросом интересным. А почему Йов не задает вопрос? Может быть, он неправеден? Может быть, он наказан? Вот. Он, видимо, дальше идет бесконечно длинный. Да, вот он сидит в этой помойке, он не соглашается, значит, на самоубийство. Я думаю, что он не соглашается на самоубийство по совету своей жены по той главной причине, что он хочет понять, что происходит. Потому что как там ни крути, как там ни крути, все-таки представление о Боге, оно как бы немножко трансформируется с течением времени, даже вот в рамках одной традиции, вот иудео-христианской. Но все-таки Бог есть справедливость. Вот это общее как бы место, которое так вот и до сего дня оно присутствует в сознании верующих. Бог справедлив. Именно поэтому, например, да, вот у древних иудеев было такое представление, что если ты праведник, то у тебя все в жизни в шоколаде. А если у тебя не все в шоколаде, значит, ты в чем-то согрешил. Это общее представление, которое там длилось, видимо, более тысячи лет. Было присуще иудаизму. Вот. И тут, как бы, Иова интересует вопрос, а за что, собственно, это с ним все происходит? Потому что, как справедливо говорит Булат, первое, естественный позыв подумать, что, видимо, где-то там есть какой-то грешок, про который я забыл, а он-то помнит Бог-то. Он все подсчитан, да? Да, у него везде все отгалчено, так сказать, в списке. Но, дальше, и, видимо, чисто по-человечески, невозможно удержаться от подобных сомнений. Но, но, дальше весь текст, дальше приходят друзья Иова, которых, ну, вообще говоря, три, то есть, изначально приходят трое друзей, вот, и начинают с ним беседовать, чтобы утешить его в этих злостных штуках с ним происходящих. Вот. Потом, правда, появляется, в разговор встревает какой-то четвертый друг, то есть, там не очень понятно, то есть, они пришли изначально трое, их было больше, чем трое, но в разговоре участвовали трое. Или это просто более позднейшая вставка, как склоняются к этой точке зрения специалисты, что, дескать, вот, просто за те сотни лет, что эта книжка существовала, будучи не включенной в состав священного писания, она, как бы, прошла, видимо, несколько редакторов, и вот следы одной из них состоят в том, что какой-то из соавторов решил, что вот надо здесь добавить еще одного персонажа с еще одной точкой зрения. Ну вот, и в общем, позиция друзей Иова, она, как бы, в том и состоит. Она с некоторыми нюансами, в которых, видимо, любопытно бы поразбираться, но это просто очень долго. Ну вот, ну, в общем, их позиция консолидированная, так сказать, проста. Покайся. Покайся, я все прощу. Вернее, он все простит. Он говорит, да не в чем каяться. Они говорят, ну как не в чем? Ну, ты посмотри на себя, на тебе места живого нет. И поскольку все это случилось, главное, это как бы их еще аргумент, поскольку это все случилось вот так вот буквально ударом, одним ударом у тебя отрезало все имущество, вторым поразило лично тебя. Это явное наказание. Это нельзя списать, что так сложилось. Просто не получится. Если бы, да, там, в течение 20 лет разорился, по миру пошел, ну, может быть, да, действительно, там, как-то сам дурак плохо вел хозяйство, там, не знаю, неурожай, разбойники и все такие прочие. А тут нет, все разом произошло. Стало быть, точно Богом, стало быть, точно наказание. Если есть наказание, значит, есть за что, потому что Бог справедлив. И вот они ему толдыщат на тысячу ладов на протяжении 30 с лишним глав о том, что, дескать, сейчас я просто пытаюсь дойти... Ну, ими не сомнами. Да, он стоит супротив, так сказать, своих друзей. Да, значит, это начинается, начинаются их припирательства в третьей главе, заканчиваются в 39-й. То есть, более 30-ти глав, вот это вот бесконечное припирательство. И он стоит на своем. Нету. Ребята, ну вот, как бы, ну как хотите, нету за мной греха. То есть, он не видит за собой никакого греха. Да, он, во-первых, не видит, но благодаря первой главе книги Иова мы понимаем, что и нет, потому что сам Бог, который, так сказать, всеведущ, это засвидетельствовал, что все, нету никакого греха. Ура! значит, это не наказание. А тогда в чем смысл всего происходящего, говорит Иова? Я требую, чтобы мне объяснили. Вот этот его известный бунт, он как бы в том и состоит. Вот он сидит и требует, чтобы Бог явился и объяснил, что происходит. Он говорит, ну, в конце концов, как бы, да, ну, приди, объясни, там, убей, я не знаю, там, продолжим, ну, объясни, потому что я не вижу объяснения. Вот и все. Он не видит объяснения, он не видит объяснения и оправдания своему страданию. Именно в этом смысле он тождественен позиции Ивана Карамазова, на которую указывал тоже Игорь. И это, в общем, все, как бы, более-менее, насколько я знаю, все люди разумные, которые анализировали книгу Иова, на этом сходятся. Самые разные авторы, вот, они указывают на тождество бунта Ивана Карамазова и бунта Иова. Почему? Потому что Иван Карамазов же бунтует не просто потому, что ему деточек жалко. У него есть замечательная совершенно тирада, которая совершенно в духе Иова. Он говорит следующее. Допустим, допустим, дети страдают за свой первородный грех. Но это не объяснение, мы понимаем, потому что первородный грех на всех, поэтому тут в любом случае несправедливо наказывать кого-то уж такими ужасами. Далее, говорит он, допустим, что оправданность их страданий разъяснится в конце времен, то есть в день последнего суда. Эта концепция еще совершенно неизвестна автору книги Иова и не может быть известна. Вообще, концепция конца света, она у иудеев возникает, но возникает довольно поздно, то есть в районе где-то третьего века до нашей эры. Через пророков, нескольких пророков приходит эта идея, что время и этот мир будут закончены, будет конец света. А тут еще ничего этого нет. Но тем не менее, значит, что говорит Иван? Допустим, в конце света Бог придет и совершенно ясно разъяснит, чем оправдывалось страдание этих невинных детей. И допустим, даже, говорит он, охотно допускаю, что я признаю необходимость и рациональность этого страдания. Но, говорит он, здесь и сейчас, здесь и сейчас, меня это не устраивает, это решение. Потому что это когда-то будет объяснено, это все ля-ля-ля. Мне нужно объяснение сейчас, а сейчас его нет, говорит он. И поэтому сейчас я отказываюсь от участия в этом выдавиле под названием конец света со всеобщим разъяснением справедливости всех страданий. Он это формирует тем способом, что я свой билет на конец света почтительнейше возвращаю. Я не собираюсь в этом. в этом смысле их позиция тождеств оба требуют объяснения не когда-то потом в какой-то там загробном существовании в каком-то финале всего этого света, а прямо сейчас. Иова речь ведут о безвинном существах. Там Йова себе, а это один. совершенно верно. Ситуация совершенно идентична. Вот. И финал книги Иова совершенно неудовлетворительный. В каком отношении? Ну, мы как бы не я не пытался даже передать во всех нюансах вот эту казуистику, которую разворачивают друзья Иова. Потому что они же пытаются аргументировать немножко по-разному, по-всякому подходят к Иову, так сказать, склоняя его к тому, чтобы признать свою вину ему неизвестную. Ну, в общем, призывают по-всякому, по-разному. Очень изощренно. В результате отвечает Господь Иову из бури. То есть происходит явление все-таки Бога. Бог непосредственно вмешивается в этот диалог. Вот. И ответ этот крайне странный. Вместо того, чтобы объяснить смысл этих страданий, которые обрушены на Иова, Бог очень на протяжении двух глав, да? Да. Двух глав описывает, как бы сказать, какое он крутое, я бы так сказал иначе, величие и красоту сотворенного мира. в некотором смысле, можно сказать, что Бог хвастается. Я тут такого насотворял. Вот и горы, и леса, и реки, и бегемот, который поражает наше воображение. Кстати, судя по описанию, это не тот бегемот, который нам известен, какое другое, видимо, вполне себе фольклорное чудовище, как и левиафан, который, ну, уже точно там какое-то вполне себе фольклорное. Да и кит тоже фольклорное. Кит, китус. Ну, здесь кита нет, вот, здесь вот из таких чудесных животных. который еще и китай, это что за кит? Ну, я понимаю, да, но здесь просто этот, из этих странных фигурирует только бегемот и левиафан. Вот. В общем, как бы и складывается впечатление, что Бог, так сказать, не совсем в теме. Его о чем спрашивали? Его спрашивали объяснить причину обрушивания страданий на Иова. Вместо объяснения начинает рассказывать о том, как прекрасен этот мир. Посмотри. Нет, он еще уже говорит, как ты им смеешь судить. Кто ты такой, чтобы судить? Он это тоже говорит? Ну, да, но это в самом начале звучит следующим образом. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, припаяшь, как муж чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне». Припаяшь имеется в виду не просто вот как бы поезд. Вопроса задаю я. Вот. Нет, имеется в виду следующее, что припаяшь это означает, что оденься как взрослый, как бы солидный человек. Вот. Встань, как мужчина, да, встань, как мужчина и держи ответ. Я сейчас тебя буду спрашивать. Ну, что у него спрашивают? У него спрашивают, а где ты был, когда я сотворил небо и землю? А где ты был, когда я сотворил звезды? Это ты пустил реки по земле и море развил и дальше? Это ты сотворил бегемота и так далее? Ну, тот, конечно, стоит, что он может сказать? Не, не я. Я не присутствовал, не состоял и все такое прочее. В общем, как бы ответ Бога удивительным образом не в тему совершенно. А что совсем странно, а что совсем странно, еще раз, да, это же не описание какого-то мистического опыта, важно, что понимать, по всей видимости, да, это вполне себе умозрительная конструкция. Не то, чтобы какой-то был реальный Йов, который страдал, потом дождался явления Бога. То есть написано вполне для логического разъяснения ситуации. Вот именно. Я-то не вижу различных , вот именно. Да, написано для этого, а разъяснение нет. Я же вижу разъяснение. Какое? Разъяснение состоит в том, что Бог всемогущ, как мы и говорили, Он имеет право, там, воле, все, что угодно совершать. Он господин. Он господин, а ты раб, как бы, ты должен, как бы... для этого не нужно было городить всю историю. Вот именно. Это и подъясно. Потому что такую точку зрения, я должен тебе сказать, вот это, вот почему как бы важно, видимо, было, я экспромтом, к сожалению, один из друзей Иова, я потом могу найти и прислать точные строки на которых, он говорит буквально то, что ты говоришь. Он говорит Иову следующее, а ты кто такой? Ты червяк, а это Господь? Твой Господин? Как ты смеешь? Разве, так сказать, глина кричит против горшечника, который елеет? Во всех, во всей Библии это прослеживается. А это специально для чего-то написано? Да. Вот. И более того, вот эта точка зрения, поскольку она вложена в уста одного из друзей Иова, и она не убеждает Иова, а потом, так сказать, приходит Бог, говорит вроде бы то же самое, да, но я согласен с тобой, что это выглядит действительно как указание на то, что я здесь главный, слушаем сюда. Слухи следы. Да. Есть еще один момент, то есть мы помятуя эту строчку про сатану, которую, да я обошел всю землю, вот, то можно себе предположить, ну, скажем, такой философский, логический момент, может быть, не вполне касающийся конкретно Библии, а вообще всей проблемы, что и сатана, и Бог живут в другом пространстве времени, в других размерностях. И, ну, почти наверняка, да. Да. И поэтому, вот, они, эти размерности не дождественны персональному человеку, личностному человеку. И они, как бы, воспринимают, почему можно легко весь скот и детей. Потому что это, как бы, ну, не входит в зрение, как бы, неразличимо для Бога. И если развивать эту идею сатану, Бог не задумывался о том, что праведок или неправедок, праведок, это хорошо. А сатан говорит, что давай проверим. И Бог накрутил себя, да, действительно. То есть, если мне нужно выяснить, человек праведен или неправеден, значит, есть способ. Есть способ. Это способ зло. Понятно. И для этого зло нужно заселить, сделать перманентным, для того, чтобы выяснить в конечном итоге. Но поскольку зло для них, для станы и для Бога не персонально, не партифицировано, оно не является конкретным вот этого конкретного ребенка, а как бы размазано, темпорально. И под него подпадает все, что угодно. Для нас это конкретно, конкретная слеза, конкретно моя болячка. А для них это вот абстрактное зло и абстрактное добро. И вот среди абстрактное зло пробьются праведники, истинные праведники. то, что нас не убивает и делает нас добрее. Да, да, да. Да. что поделать? Логически, действительно, то, что говорит Саша, вполне это впечатляемо. Ну, это только логически, допустим. Но при этом, по-моему, это вступает в конфликт вот опять-таки сначала. Бог все-таки признает его праведником. Да, как бы спорит не на тему того, праведником или нет. Я бы сказал, что это не касается конкретной варианта беды, а более такой абстрактной. Хотя и здесь может быть. Дело в том, что, допустим, так, что Бог не может удержать в голове все миллионы судеб. Все миллионы, ну, может, конечно, все силен. Но все равно, как бы, вот в текущий момент, если он говорит сейчас об Юре, он его конкретно держит, а других не держит в это время. Он не может говорить сразу же обо всех, если он говорит. Поэтому, когда он говорит, он говорит о персоне. Но когда он действует, он действует не персонально. Поэтому, его действия, эксперимент с Сатагой, это был глобальный эксперимент. Мы ходили по земле и это делали. И когда кто-то конкретно не сказал, мне за что, он говорит, это кто-то. Он, вполне возможно, проявил этот эксперимент сразу с миллионами, с тысячами. И поеубедился, что да, есть праведники. А когда один какой-то сказал, а ты кто? Вот он. То есть, когда он конкретно контакте, он его видит один. А когда нет, они все как бы для него... Есть еще, я продолжу, момент, когда я говорил про эволюцию, что вот, вариант логический Бога, что он толкнул, сотворил, и она дальше пошла. И вот, и он сидит, где я вижу. Но там я, у меня была мысль, я говорил, что грешил по себе, промолчал. Но весь творение продолжается перманентно в мире. Ну, вот, есть такая концепция. Да, она есть, перманентно, ну, скажем, даже в биологическом мире перманентное творение. Земноводные, пресмыкающиеся, млекопитающие, да? И Бог творит глобально. Он не творит каждую тварь. Он творит млекопитающих. И поэтому, если тут дохнут и получаются какие-то уроды, похотя, он их не делает. И так же с людьми, то есть он творит глобальное счастье для людей, для этого ему нужно зло, а кто подпадет под раздачу, вот, это как бы, когда человек туда векать, он просто не видит вот эту вот раздачу мелкую, но зло нужно ему для творения. Зло ему нужно для справедливости, ведь справедливость не установить никак все дела. Нет, в моей концепции не справедливайтесь. Нет, не у вас, в принципе, вы говорите, зачем зло нужно? Зло нужно для того, чтобы наказывать за... Нет, вот в этой ситуации здесь не наказание, а выявление. Здесь ситуация в этой неправеднике. Ну, действительно, Александр как бы сильно тут в сторону открылся. я сейчас просто дойду до выжму, что можно из текста, выжму, что можно еще из текста, а потом чуть-чуть добавлю, какое я могу сделать как бы привесок к тому, что помимо чтения. Итак, значит, Бог вмешался в разговор друзей Иова с Иовом, вот, долго рассказал о том, как прекрасен этот мир. И Иов отвечает Богу, ну, отвечает с восточной цветистостью, я прочту только последнюю его строчку, я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Да, это вот, кстати, в пользу того, что была иерархия органов восприятия, то есть, вот, слышать это не так достоверно, как видеть. Да, ну вот, и все такое проще. Возвращаюсь к цитате, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. То есть, попросту говоря, Бог явился, Иов говорит, а, вот, сказал эту странную речь, и полностью удовлетворил Иова. Он перестал бунтовать, как будто бы ему что-то стало понятно. Он просил объяснений, объяснений мы никаких не слышим, но тем не менее Иов то ли. Значит, как это можно толковать? Я знаю здесь как бы две таких магистральных линии толкования. Одна линия состоит, стоит такая, как бы, я бы сказал, персоналистически, мистическая. суть не в том, что говорит Бог Иову, а суть в том, что Бог является Иову, и это составляет из себя некий мистический опыт, который переживается Иову. И этот мистический опыт, будучи испытанным, снимает у него все вопросы. как награда за страдания, то есть не обстояние за грех, а как награда за страдания. Он получил такое, что забыл обо всех этих страданиях просто махом. Это как бы один оттенок. На другой шкале этой же точки зрения стоят концепции, тоже очень распространенные, которые состоят в следующем, что главный смысл бунта Иова и почему он был награжден Богом, состоит в том, что Иов жаждал личной встречи с Богом. И когда он ее получил, то, так сказать, вся проблема была решена. Он чего просил, то есть вот этот общий бунт понимается в том смысле, что он просто жаждет встретиться с Богом. Я-то толкую более как бы прямо, он буквально говорит, я требую объяснений. Не просто я хочу встречи с Создателем и мне полегчает. Он говорит, я требую объяснений, но происходит встреча с Создателем и ему легчает. Может быть это описание некоего мистического опыта. Может быть. Но дело в том, что тогда это совершенно становится бесполезным во-первых, для нас, для тех, кто пытается построить какую-то теологическую или философскую концепцию, во-первых. Во-вторых, это совершенно противоречит замыслу просто и исполнению всей книги как таковой, потому что она начиналась как умозрительное упражнение, продолжалась, с невероятными изощренными умозрительными же вывертами, а заканчивается мистическим опытом. Ну вот извините, это ерунда, этого не может быть. Это вот должен быть какой-то рациональный смысл. Вот какой рациональный смысл из этого вычитывается, тут тоже как бы... Иофи задает вопрос почему именно я общу на меня именно такие не ставлись его. То есть в то же время и как бы и Бог ему является. Но ведь Бог на самом деле почти никому не являлся, да, ну раз за исключением Моисея. Ну да, ну в общем редко. В каком-то смысле он, ну... То есть ты тоже сам повторяешь, ну там компенсировал, компенсировал все за его затраты. Но дело не в том, что он произошел какой-то мистический опыт, а в том, что он как бы, ну не знаю, может быть, просто удовлетворился с самим фактом того, что Бог на него обратил внимание. Ну вот да, я поэтому и говорю, что здесь есть как бы вот этот спектр персоналистическо-мистических разрешений, это вот одна позиция, на мой взгляд, ну я просто ее так обозначаю, да, ты предлагаешь вот одну из версий персоналистической такой, да, вот произошла все-таки вот эта встреча, и это сама встреча, так сказать, сняла вопрос, даже если это не имеет там, это не является описанием мистического. А может быть, ответ таков, что Бог как бы тем самым, что Он явился, естественно, когда Он явился, и в тексте Он никаким образом явиться не может, кроме того, что Он говорит как-то, да, в себе, что Он сделал и прочее, это просто явление Бога. Ну да. Но, смысл-то в чем состоит, что Бог ведь не говорит, что ее виноват? Совершенно верно, Он этого не говорит. Так, вот в этом и состоит, что как бы Он, конечно, особо не сказал, что ее виноват? Значит, ехте удовлетворился, что действительно Он не был виновен, что действительно Он был праведником, и получил ответ, что Бог его покарал просто потому, что Он владелец заводов, судов, пароходов, понимаешь? по поводу того, что Он все-таки просто Господин. Еще раз, я потом готов прислать, найду и точно пришлю кто из друзей Иова. А почему это важно? Потому что сразу после этого Господь говорит следующую штуку. Смотрите. И было после того, как Господь сказал слова Те Иову, сказал Господь Елефазу Фимонитянину, ну это один из друзей, видимо там старший из них, или что-то такое, сказал следующее. Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. И дальше длинно формулируется, дальше Он что предлагает? Спастись от моего гнева вы можете одним способом. Вы приготовите жертву, а Иов за вас, за ваше прощение, помолится ко мне. И тогда я вас прощу. То есть, у этого есть совершенно четкий рациональный смысл. Все эти сентенции закрепляется следующее, что все, что городили друзья на предыдущих страницах, это просто ложь по поводу Бога. За которую, ну, хула, да, за которую он на них, естественно, рассерчал. И сейчас, ребята, ну вот если только Йов за вас попросит, вот, то я вас прощу. А нет, извините, сожру сейчас, чертям свинячим. Посмотреться. Вот. Ну да, в общем-то... Чего такого они особо не говорили. Да, они-то говорили исключительно благочестивые вещи, разумные. Предположения, это, в общем, прямо скажем, да, что они еще могли говорить? Вот, по большому-то счету. Тем не менее. Но они сомневались? Да. Тем не менее. Они ни в чем не сомневались. Они сомневались... Они сомневались в Иове, а про Бога они говорили только исключительно правильные вещи. Но за это, вы видите ли, на них в гневе. Ну, законческая точка зрения нельзя сказать, что на Бога совершенно правильно. Да, это правда, да. Но формально говоря, там все нормально. есть хула на Бога. Вот, все. После этого в тексте уже только полный хиппи-энд о том, как благословил Бог в последние дни Иова. И он еще прожил после этого. Да, к этому моменту, кстати, к моменту испытания Иов прожил 70 лет. И вот после всех этих испытаний ему дано еще 70 лет. Вот, и он видел там и внуков внуков своих, на коленях их держал. И в общем... Нет. Новых нарожали. Новых нарожали. С их точки зрения всегда больше новых родителей, чем старых. Как мы теперь. Ну, в общем, да. Дело в том, что они как опции вот в куче вместе со всем скотом сослали. да, да. Ну, а что поделать? Понимаешь, здесь как бы все в этом смысле правильно. Есть один персонаж по большому счету, Иов. Все остальное декорации вокруг него. Ну, да, с декорациями поступили так вот, прямо скажем, неласково. Не посчитались тем, что они тоже люди. Ну, потому что вот, так сказать, искался ответ на вопрос. На вопрос. Значит, что здесь end of text, что называется, end of story. Да, и вот концовка мне просто стилистически очень нравится. И умер Иов в старости насыщенный днями. Что насыщенный? Насыщенный днями. Или в другом переводе насытившись днями. То есть, вот он насытился полностью жизнью. Вот. Значит, что точно мы можем извлечь из книги Иова рационально? Рационально мы можем извлечь следующее, что известное катафатическое понятие Бога, которое состоит в том, что Бог всемогущ, всеведущ, всеблаг и так далее, все прочие совершенства в нем сосредоточены, видимо, должно быть нами пересмотрено после этого. Потому что сама книга Иова со всем ее хиппиэндом говорит следующее, что Иов был наказан, Бог за это потом не извинился, Иова это все совершенно устроило, хотя он искал объяснение и не получил объяснение. Из этого есть только один совершенно железобетонный вывод. Бог не справедлив. Я сейчас это есть версия о самом деле. Я договорю здесь, да? Более того, как бы более полная формулировка видимо может звучать так Бог имморален. То есть он не аморален в том смысле, что он извращенный убийца и садист и все такое прочее, а он имморален. Он вне морали. А, да, он вне морали. Но это и есть позиция Киркегора. Эта позиция, я считаю, должна быть просто разделена всяким мыслителем, который пытается вот как бы анализировать этот опыт Теобицей. Вот и все. То есть я что хочу сказать, да? Вот смотрите, отсюда мне важно, кажется, вот какое дополнение общераспространенное и широко распространенное толкование, что Теодицея это оправдание Бога. Иногда даже, по-моему, совершенно ошибочно говорится, что это оправдание зла. По-моему, это совершенно просто не уяснение смысла как бы цели, которая стоит перед Теодицеей. Цель Теодицея не в том, чтобы оправдать зло и не в том, чтобы оправдать Бога, а в том, чтобы познать Бога Или еще лучше, уточнить наше понятие о Боге И это в качестве одного из итогов мы получаем Мы исходили из того, что Бог справедлив Теперь мы понимаем точно, что Бог несправедлив Если говорить о христианстве, то это приобретает известную формулу Бог несправедлив, но милостив И учение о милостивом Боге, оно как бы совершенно вот Только учение о милостивом Боге, это скорее мусульман Не, 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 он милосерд, Бог милосерден Но не самая главная характеристика Бога, это милосердие У мусульман, да? Нет, это вот это ложно Ну, окей, в любом случае, да Бог несправедлив, Бог имморален Он находится вне категории добра и зла Это мы необходимо должны внести поправку в наше понятие Бога Тем самым Вот, а по поводу того, значит, какой смысл имеют вот все эти испытания Я склоняюсь к следующей гипотезе, которую вот попытаюсь, видимо, в тексте аргументировать Вот, аргументы пока себе еще толком не прописал Но общая идея такая, что смысл вот этого пари, который заключают Бог и Сатана Состоит в том, чтобы выяснить, как бы это сказать точно Рефлексивная ли природа праведности Иова И первое испытание это выясняет Да, он рефлексивен Он не просто равен себе Потому что если бы он был просто равен себе То у него отняли все И он бы автоматически сказал Да какой вообще скот этот Бог ваш Понимаете ли? Все взял и отнял Безобразие Потому что для него просто Его благополучие было бы просто равно, так сказать, Богу Благополучие исчезло, Бог исчез Все Вот А дальнейший опыт в бунте Иова Должно проясниться природой этой рефлективности То есть, что я хочу сказать Я хочу сказать, что Бог исследует вот этими испытаниями Не то, праведен ли Иов А он исследует то отношение Которое Иов, как праведник, удерживает применительно к Богу Он удерживает вот то отношение, которое Иов имеет к Богу Вот здесь, как бы, дальше разъяснить пока не могу Но общая у меня гипотеза именно такая Ну понятно, что праведность в большей степени должна определяться отношением к Богу А не к существованию своему Совершенно верно То есть, не как ты живешь, страдаешь, ты не страдаешь То есть, это вещь вообще не касающаяся Бога А вот если ты остаешься независимым от всего Совершенно верно Совершенно верно И вот именно я почему пытаюсь эту тему подхватить Потому что это даст возможность развить и перетрансформировать само понимание зла Потому что, если вы обратили внимание До сих пор, что такое зло? Это просто некий ущерб или страдание, причиненный человеку Это довольно простое понимание того, что есть зло Христианство знает более сложное понимание зла О котором сегодня упоминал Буак А именно зло в смысле причинения ущерба своей бессмертной душе То есть, ты как бы причиняешь зло сам себе когда? Когда ты лишаешься спасения Когда ты лишаешься надежды на спасение То есть, это не то, что твои обстоятельства Или там судьба твоего тела так повернулась А ты своим поступком отдалил себя от спасения Вот это тогда оказывается злом Но приблизиться к этому пониманию зла Можно вот на этом пути Сначала понять, каково вот это отношение праведника к Богу Вот если это отношение будет удерживаться в качестве блага То тогда зло будет состоять именно в отношении человека к Богу А не в отношении человека к вещам, к обстоятельствам, к миру в целом И зло не будет состоять в том, что вот там дождь пошел, это зло Которое вот случилось Или град пошел, это зло То есть, вообще здесь в перспективе какое-то совсем отдаленное Это должно вести к пересмотру понятия зла Ну не надо ничего пересмотровить У меня просто есть решение, как кажется Да, вот мы не можем его обсудить Посмотрите, мы на самом деле почему-то считаем Что то, что Йох был праведен И то, что у него были стада, семья, имущество Как бы само собой разумеется Что они все принадлежали ему Но на самом-то деле, кто ему все это дал-то? Ему все это дал Господь Ему и детей, и стада, и здоровье, и долгие лет жизни дал Господь Что принадлежало, собственно, Йову? Йову принадлежала только душа, которой то Господь не вдунул Но душа, в каком-то смысле, она принадлежит ему Смотрите, когда наступает первое испытание Ведь Йов не протестует Он соглашается, Бог дал, Бог взял Все нормально, нет никакой несправедливости, что Бог когда-то его благословил и дал ему все это имущество Это стада, это жену, детей и прочее А теперь он его забрал, все нормально Он начинает бултовать только тогда, когда понимает Со второго испытания Что вообще-то, вот он дал и забрал Он покусился второй раз И значит, на самом деле, он в чем-то виноват И ему от Бога нужно ответить В чем случилась именно вина его То, что Бог взял и забрал имущество, желает его для него нормального В первом случае уже не протестовал против этого Он только протестует, что ему непонятно, в чем его вина И вот когда Бог появляется и говорит То, что он там говорит многое, это просто способ, каким он появляется А для него это означает, что он не виноват Что ему было достаточно, что явился Бог И как бы иносказательно сказал, что ты ее в ничем не виноват Все! И он, конечно, видит в этом, как бы, и для него это бы и нужно было услышать То есть тогда получается, что вся история вполне укладывается в обычную схему Просто изначально надо понимать, что Бог все ему дал Бог все, вплоть до того, что он его тоже создал Есть один маленький момент, большая разница Маленький момент, большая разница Между двумя ситуациями Что дал, то забрал Есть стадо, нет стадо А вторая ситуация, страдание Страдание, активное действие Бога на него Это уже не то, что он набрал от него что-то, что дал Это как раз вторая, когда, помните, кожа за кожей и прочее В любом случае надо сформулировать, какой рациональный смысл для Иова в контексте его бунта имеет вот эта вот речь Бога Потому что я все-таки встаю на той точке зрения, что это изначально рациональный трактат Поэтому этот рациональный смысл здесь точно есть, надо его только извлечь Он должен иметь Но все принадлежит Богу, он создал рейки, он создал рейки Духую, счастливую жизнь и умер, значит, в здравом уме И таким образом получается, что, вот вы как вы сказали, точку зрения, что Бог это, ну, как бы, там, символ веры, там, наша направляющая, там, такая энергия И вот он так и явился И я так понимаю, что вот весь этот рассказ, наверное, в этом и является, что обоснование силы Безусловно, безусловно, единственное, что я хочу сделать, это, как бы, извлечь рациональную составляющую этой истории А что значит рациональное ваше понимание? Ну, потому что, смотрите, то, что Иов выдержал из предложенной ему страдания, пережил встречу с Богом И совершенно, как бы, устранился от своего бунта, своего бунта Это можно понимать, как бы, двояким способом, да? Само явление Бога, это такой мистический опыт, который своей, ну, как бы сказать так Говоря елейным языком, своей сладостью перебил просто все, так сказать, все страдания, которые он испытывал до сих пор Вот, либо, либо это явление и речь Бога все-таки имеет некий рациональный смысл И этот рациональный смысл снимает бунт Иова в рациональном отношении Это прямо не сказано Это нужно, как бы, понять и извлечь, и сделать более явным А то, что он потом награжден, ну, да, да, а как еще? Еще раз повторяю, да? Он не награжден потом, а восстановлен статусом Ну, на самом деле вознагражден, потому что нормальный срок жизни тогда, это я не помню, это в этой книге звучит или в какой-то из соседних Прямо есть прямые слова, что нормальный срок жизни человека 70 лет А он прожил два раза по 70 лет Кстати, между прочим, это интересно, что первый раз испытания наступают в конце жизни И он бы и так умер Да То есть, на самом деле, Бог не совершает даже несправедливость Но на самом деле, можно это рассматривать, что Бог пришел, как бы, забрать его душу, потому что конец дней его пришел И ничего не видит Ну, это не в этой ситуации, это чисто логическая ситуация Да я понимаю Даже и в этом, на самом деле, принимается Ну, да, ну, такой оттенок, видимо, есть, да Потому что, ну, я думаю, что, как бы, это обстоятельство делало позицию, психологически позицию Иова покрепче Ну, как бы, рассуждая следующим образом Ну, что, я уже пожил, ребята Грех жаловаться, хорошо пожил А то, что сейчас умру, ну, так умру, да В 70 лет, все умирают примерно в 70 лет Ну, все нормально, да То есть, в этом смысле, он, видимо, не сильно боится смерти Ну, просто жажда понять, что ж такое творится-то напоследок Игорь, может быть, основная эта мысль И основной вопрос был ее Править ли я или нет? Ну, вот я это и пытался так, как раз И явление Бога доказало ему, что он правитель А я сам вопрос За что, то есть, за что именно было За какие грехи Были ли у меня грехи Он мучился постоянно Были ли или нет грехи Может, я забыл, может, что Бог явился, не было грехов То есть, это просто вот обычная жизнь Она взял, страдает Все, что дает мне Бог, если я правильно Это не отвечает, не ответ на вопрос, почему он страдал Понимаете? А он страдал, потому что Он должен воспринимать всю жизнь И в богатстве, и в страдании Как даровну Бога Вот такая она и есть Если бы он проползал там без ног, без рук Всю жизнь То есть, и это и есть жизнь Праведник он, неправедник Это не наказание То есть, вопрос не в том, что Должен ли я любую что-то в жизни своей воспринимать как наказание Наказание только тогда, когда я грешен Но если я не грешен, то это все не наказание Это просто жизнь Вот просто жизнь Значит, такая вот была судьба Не наказание Стоит вопрос был Не за что наказание, а за что Не наказание за что, а за что Когда нет за что, тогда это уже не наказание Забавный оборот А просто чисто непосредственность А просто чисто непосредственность Это ведь то, что Бог мог с ними сделать все, что угодно Он и до этого этого знал Да, да А вопросов... В этом смысле превращения как бы смысла никакого не происходит Ну, я Рова Всегда же надо понимать, что у Йова нет Есть дискуссия между Сатаной и Богом Это ты так думаешь? Ну, мы-то как раз посчитали, что эта позиция слишком Да, да Нет, ну действительно Бог явился, значит все Я, как разменная монета Явиться неправеднику Не мог Явился, значит Ну, проблема решила Этим кренделям он тоже является Он с ними разговаривает Которые неправедны настолько, что он их сейчас готов убить Прямо на месте Ну, я думаю, что это чисто приписано для логики Чтобы, ну, вот передать им сказать Потому что, явно, если бы этого человека Который писал, спросили, мог бы им явиться? Нет, 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 не мог Ну, тут как бы такой литературный прием То есть, некий театр Это некий театр, на который стоит хор И когда является Бог Йову, хор не уходит То есть, я думаю, что это вот из этой серии больше А не какая-то логика самой притчи И самой ситуации Да, забавно Нет, вот спасибо за все эти островные соображения Я не со всеми согласен Но, безусловно, стоит обдумать Ну, все, да? Да, мне кажется, что хватит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!